С 1.09 по сегодняшний день до журнала Единого облику Желтоводского городского отдела зарегистрировано 96 заявлений и сообщений о криминальных правонарушениях и других событиях. По видам. Это у нас зарегистрировано 1 заявление по факту грабежа, 21 заявление по фактам кражи. Среди них сразу останавливается. Это у нас 2 факта кражи люков, 1 факт кражи кабеля, 1 факт кражи рельс и 2 квартирных кражи. Телесное повреждение в легкой степени 6 заявлений, мошенничество 5, повреждение имущества 1, зарегистрировано 14 сообщений о фактах смерти граждан и 22 сообщения про другие события. Принято решение согласно закону про обращение граждан по 35 заявлениям и по 41 заявлению. Заявления эти занесены в единый реестр досудебных расследований. Также сразу по одному из заявлений заставлен административный протокол. Теперь останавливаясь на тех сообщениях, заявлениях, которые имеют признаки криминального правонарушения. Таких у нас 23 производства открыто. Опять же по видам. Это кражи. По кражам хочу остановиться. Все поняли, что у нас 30-31 число были праздничные дни, день города, день шахтера. То есть регистрация краж люков и краж кабеля, то есть получать суммарно 2-1 факт, произошла в понедельник. Отрабатывая данные сообщения, проводя досудебное расследование в течение этой недели, в принципе могу сказать, что лица установлены. И опять же у нас проследился четкий след на город Пятихатке. Так как на дне города была масса приезжих с прилегающей территории, это Петровский, Пятихатский район. Масса была телесных всевозможных в выходные дни предыдущие. То есть лица эти у нас в принципе установлены. Сейчас проводим работу по документированию, привлечению к угловной ответственности. Грабежи. Опять же у нас получается два грабежа были совершены в день празднования дня города. И один грабеж был совершен в субботу в эту. Интересное повреждение сказал. Один факт незаконного хранения наркотиков. Пять фактов мошенничества, внесены в единый реестр судебных расследований. По злостному неповедовению работникам Желтоводской исправительной колонии одно производство открыто. Одно производство по факту поджога киоска хлебного домика, называемого на улице Кропоткина, 14-4. Два производства открыты по фактам смерти граждан. Значит, хотелось бы отметить из этих фактов смерти граждан, это у нас получается работник товариства Билмакс. Прямо на рабочем месте человеку стало плохо. Есть такой факт, проводится разбирательство, устанавливается причина смерти. Значит, если останавливаться еще дополнительно на квартирных кражах. Значит, в одном случае у нас получается, что наш потерпевший, 71-го года, приглашает несколько знакомых ему людей, с которыми долго распивать спиртные напитки. Потом он ложится спать, они остаются у него в квартире. На утро он обнаруживает факт исчезновения его компьютера. Другой случай, тут большое спасибо детям, родителям, которые по адресу Франко 22 увидели человека, который влезает в окно к пенсионеру, которому за 70 лет сообщили взрослым, и то есть взрослый своевременно вызвал милицию, и, так сказать, общими усилиями преступник был задержан. Этот человек помещен в изоляторе генерального содержания, и будем выходить на суд с ходатайством об избрании меры причинения содержания под стражей. По кражам рельс могу для работников ВОЗОКа и других предприятий сказать, что у нас в выходные был случай, ВОЗО тоже оперативно работало. Значит, наши жители ножовочными полотнами пиляют рельсы. Да, ВОЗО сработало, задержали одного, потом уже, как говорится, следственным оперативным путем мы установили других лиц, и лица, которые совершали эти кражи, у нас было за последнее время несколько таких краж, лицо это тоже второе задержано, и будем избирать меры причинения содержания под стражей. То есть в этом направлении будем более активно работать. По фактам мошенничества, опять же, мошенники любят больше всего звонить по телефону, использовать интернет-ресурс. То есть мошенники одни и те же, значит, по интернет-ресурсу объявления договариваются о продаже товара, в итоге предоплата денег уходит в неизвестном направлении, а потом человек понимает, что его обманули, так как телефон выключается. Плюс женщине 37-го года на домашний телефон позвонил какой-то человек, она подумала, что это внук звонит, сказал, что у него проблемы, попросил срочно перечислить ему 2000, она попросила соседа, сосед пошел с карточкой в ближайший терминал, приватбанка, перечислил эти деньги. То есть ущерб потерпевшим нашей 2000. По административно-штрафной практике, значит, составлено 13 протоколов, это у нас три протокола распития в нестыльных местах, два протокола за нарушение тишины, один протокол за нарушение тишины, один протокол за невыполнение родителями их обязанностей, и еще, именно патрульная служба, именно в центральных частях города, на которые указывалось неоднократно, было составлено 6 протоколов за распитие в неустановленных местах. Значит, ну, пользуясь случаем, хотелось бы дополнительно обратиться ко всем нашим гражданам. Все знают, что у нас есть проблемный вопрос по поджогам имущества граждан. Это у нас автомобили, это у нас киоски, то есть такая серия продолжается. Уже у нас 15 фактов зарегистрировано, то есть определенная работа проведена. Но хотелось бы обратиться с какой целью? Попросить не проходить мимо, не проезжать мимо. Как пример положительный отметить работников Горгаза, которые проезжали по 50 лет мимо киоска, так называемого Франсуа, и вовремя потушили, то есть ущерб незначительный. Ну а плюс, плюс, обращаюсь к гражданам, если есть какая-то информация о лицах, которые совершили это преступление, доводить до городского отдела, чтобы можно было проверять эту информацию и все-таки привлечь виновных лиц к уголовной ответственности. Посоветовавшись с прокуратурой города, с благотворительным фондом «Правопорядок», мы объявляем денежное вознаграждение за ценную информацию в данном вопросе. В зависимости от ценности информации сумма будет значительная. Значит, опять же скажу, что информация будет перепроверена. Идем по пути областной администрации, которая за сдачу оружия объявляла вознаграждение, так и мы идем по пути, что если есть информация по нашим поджогам, так как эту серию надо прекратить, виновные должны быть привлечены к самой строгой уголовной ответственности.